В минувшую субботу на Сланцевском стадионе «Химик» прошел муниципальный этап второго областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На этот раз норму сдавали взрослые. Семь трудовых коллективов города и района приняли участие в соревновании. Команда цементного завода «Цесла», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних мечт, завод «Полимер», сборная сланцевского индустриального техникума, ЗАО «Родина», школа-интернат и коллектив школы номер 6. Надо отметить, что в нашем городе фестиваль такого формата проводился впервые. Все вы, наверное, знаете, что на территории Исландского муниципального района с 2016 года создан муниципальный центр тестирования. Куда могут прийти абсолютно все желающие уже с этого года. Все вы, наверное, также наслышаны, что до этого могли только сдавать учащиеся в общеобразовательных учреждениях. Командам нужно было пройти всего семь этапов. Это подтягивания, отжимания, наклон вперед, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из пневматической винтовки и этап плавания. Те испытания, которые сегодня будут проходить участники, их недостаточно для получения знака отличия ГТО. В скором будущем мы будем проводить также весенний фестиваль, где участники смогут доздать недостающие испытания для получения знака. Это в первую очередь бег и метание снарядов. Также они могут в индивидуальном порядке обратиться в муниципальный центр тестирования, где определим дату. И тот, кто целенаправленно пришел сегодня получить знак отличия, поставил себе такую цель, конечно, он сможет сделать немного это попозже. Напомним, что правительством Российской Федерации принято решение возобновить комплекс ГТО. На территории Сланцевского района готов к труду и обороне развивается с 2015 года. На сегодняшний день наш район имеет 12 знаков отличия. Из них 3 бронзовых, 6 серебряных и 3 золотых. Целью системы является повышение уровня физической подготовки населения, пропаганда здорового образа жизни и мотивация к занятиям физической культурой и спортом.